Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. Сложилось так, что выпуски пошли не совсем так, как я предполагал изначально. Не получается сделать какое-то линейное повествование. События в разных частях Каролинской империи протекают достаточно сложно, они связаны между собой и наш цикл сейчас скорее напоминает некоторый пазл. И те события, о которых я говорил ранее, они стыкуются с теми, о которых речь будет идти. В этот раз, в частности, уже упоминались такие действующие лица, как Генрих Птицелов или Атон I. И вот в этой передаче пробуем достроить эту мозаику, этот пазл недостающими фрагментами, событиями, которые происходили в Восточно-Франкском королевстве и Лотарингии. Основным источником является немецкий историк Оскар Егер. Его всемирная история написана в конце XIX века. Давайте сначала посмотрим на то, чем же было Восточно-Франкское королевство в начале X века. Для этого важным будет такое понятие, как племенное герцогство или по-немецки Stammesherzogtum. От слова штамм, кстати говоря, который означает род, племя, употребляется применительно сейчас к вирусам, бактериям. Вот племенное герцогство изначально употреблялось для обозначения земель, проживания того или иного племени. Это франки, саксы, повары, алиманы или же швабы, фризы, тюринги. Но к началу X века племенными герцогствами были Саксония на севере. Это светло-зеленый цвет на карте. Герцоги Саксонии также управляли и тюрингией. Южнее была Франкония, это в основном земли, восток земель репурианских франков, в отчасти земли тюрингов. К югу от Франконии было герцогство Швабия, это цвет хаки на карте. Это земли швабов или же алиманов, это одно и то же, в общем-то, племя. К востоку от этого герцогства было следующее герцогство Бавария на карте, темно-зеленый цвет. Отдельная история это герцогство Лотаринги. Оно находится к западу от Саксонии и Франконии. Бывшее королевство Лотаря II в конце IX века, оно частично, большей частью, вернее, отошло к восточно-франкскому королевству. Включало исконные земли франков, на юге частью земли алиманов, на севере земли фризов. На карте разделено оно на три части, на фризию, нижнюю и верхнюю лотарингию, но к началу X века это все еще было единое герцогство. Каролингская экспансия на юго-востоке отразилась в территориях, в появлении марок на покоренных землях. Это восточная марка или же Австрия, на южнее нее Каринтия и еще южнее Корниола. На карте это бело-зеленая штриховка на юго-востоке. Обратите внимание, что на северо-востоке тоже есть заштрихованные территории, но к началу X века они еще не входят в состав восточно-франкского королевства. Это нынешняя восточная Германия, то есть земли к востоку от Эльбы. Это с такими городами, как Метленбург, Берлин, Дрезден, Ляпциг. На то время это земли еще, на которых жили балты и славяне. В 911 году умирает Людовик Дитя. Это последний представитель каролингов на востоке бывшей империи. И по условиям соглашения в Фуроне, которое заключали еще Людовик Заика и Людовик Немецкий в далеком 878 году, трон, по идее, должен был перейти к законному каролингу, который правил на Западе. Это был Карл простоватый. Однако договор соблюден не был. И собравшаяся в Форхайме немецкая знать выбрала королем восточно-французского королевства Конрада, герцога Франконии, который и так де-факто правил при Людовике Дитя. Единственным соперником Конрада был могущественный герцог Саксонии Атон, но он был стар и уступил корону, в общем-то, без борьбы. Правление Конрада I было не очень долгим. Он умер в 1918 году. Оно также было довольно бесцветным. Омрачило его лишь от падения Лотаринги, о чем говорили в 12-м выпуске. Герцог Лотарингер, не длинная шея, решил перейти под власть каролингов. И, в общем-то, это было мотивировано тем, что кто такой Конрад, он не королевского рода. А Лотаринги – это исконные земли каролингов. Есть законный каролинг, Карл Простоватый. И, таким образом, в 1911 год Лотарингия уходит к западно-франскому королевству. Но эту историю уже правления Карла Простоватого вы знаете. Кроме того, были также внутренние распри в Саксонии, в Швабе, в Баварии, где склестнулись интересы местной знати и духовенства, поддерживаемого королем Конрадом. В Саксонии в 1912 году умирает старый герцог Атон. Ему наследует сын, молодой, энергичный, способный Генрих, который был впоследствии прозван Птицеловом. Конрад опасался молодого саксонца. Он ему не хотел изначально отдавать герцогство, которым владел его отец. Но саксонцы отстояли права своего сеньора. И когда в 1918 году Конрад был при смерти, он убедил своего младшего брата Эберхарда не претендовать на корону и смириться с тем, что корона отойдет этому Генриху Птицелову. Что и произошло в 1919 году. Это крайне знаменательное событие. Дело в том, что если ранее все королевства, о которых мы говорили, которые возникли на обломках империи Карла Великого, королями там были франки. Пускай даже не королинского происхождения, но франки. А вот Генрих Птицелов был саксом. Это, в общем-то, такой звоночек, который позволяет с 1919 года говорить уже о королевстве Германии, а не о восточно-франкском королевстве. И забавно, что как раз в этом году впервые в летописи встречается термин «королевство Тевтонов». Хотя сам Генрих и его преемники все же именовали себя королями восточных франков. Испрание Генриха поддержал герцог Швабий Бурхарт. Тот самый, о котором мы говорили в прошлый раз. Тесть короля транс-юранской Бургундии Рудольфа II, который поехал от его имени договариваться в Италию и был там в Милане убит в 1926 году. А вот правивший в Баварии герцог Арнульф не согласился. Он сам провоскласил себя королем. Но Генрих к 1921 году все-таки привел Арнульфа к покорности. В следующих годах, 1922-1923, я напомню, в западно-францском королевстве были такие драматические события про возглашение королем Роберта, а затем Рауля Бургундского. Карл простоватый попадает в плен. И лотеринский герцог Гизельберт, сын Ренье, предпочел перейти в подчинение к Генриху Птицелову. Потому что, ну, кто такой Рауль Бургундский? Он вообще и не королинк, и какое он отношение к лотерингию имеет. Но, впрочем, как и его отец, Гизельберт скорее преследовал не какие-то благородные цели, а просто стремился сохранить свою независимость, лавируя между двумя королевствами. Он даже пытался потом к Раулю обратно перейти в подчинение, но Генрих уже прочно закрепил лотерингию за Германию. Окончательно усмирил Гизельберта в 1928 году и даже выдал за него замуж свою дочь Гербергу. Генрих Птицелов и его потомки, которых называют Саксонской династией, начали проект экспансии Германии на восток, за Эльбу. Дело в том, что Карл Великий, я напомню, он покорил Саксов. Он провел экспансию на северо-востоке тогдашнего франциского королевства, довел ее до Эльбы. Но в дальнейшем королинги за Эльбу особо не заходили. Они продвигались на юго-восточном направлении, то есть в сторону Каринтии. А вот уже Генрих Птицелов предпринял шаги по покорению славянских племен. Но это получилось следующим образом. В 1924 году венгры совершили большой набег на Германию. Генрих успешно его отразил и венгры вынуждены были пойти на соглашение на 9-летнее перемирие. Вот эти 9 лет Генрих использовал для покорения славян. Он начал с палапских славян, завоевал их главный город Бронебор, нынешний Бранденбург. Далее покорил лужицких сербов, основал на их территории марку Майсен, в пределах которой вырос город Дрезден. Далее продвинулся на юг к Праге и князь Чехов признал себя вассалом германского короля. В 1933 году истекает срок перемирия с венграми, те вновь начинают набеги. Но Генрих успешно их отразил. Венгры его более не беспокоили. И это позволило королю в 934 году обратить силы на север против датчан. Он расширил пределы королевства, основал шлезвикскую марку на границе с Данией. Потом там была основана на побережье Балтийского моря марка Белунгов. И южнее так называемая северная марка на землях славян-вентов. Таким образом, Генрих фактически расширил пределы германского королевства до той территории, которую сейчас занимает нынешняя Германия. В 936 году король умер, ему было около 60 лет. Перед своей смертью он созвал знатных франков и добился того, что они признали его преемником старшего сына Аттона. Аттон I, впоследствии прозванный Великим, в то время ему было 24 года. Он унаследовал внешность, способности отца. Хотя изначально он был неграмотным, но под влиянием своей первой жены Эдиты, дочери английского короля Эдуарда, он научился читать. Объяснялся на славянском и романском языках. На коронационном перу его были все герцоги. Гизельберт Лотаринский, Эберхард Франконский, Герман Швабский и Арнульф Баварский. К слову, Герман Швабский был двоюродным братом короля Конрада I и герцога Эберхарда Франконского. А вот этот Эберхард, он в свое время отказался от борьбы за корону. Но вот почему-то в 1939 году он все-таки решил попытать свое счастье в борьбе за престол, поднял мятеж со старшим сыном Генриха, Танкмаром. Но вот старший сын, он был незаконнорожденным, поэтому, собственно, не унаследовал престол. Танкмар и Эберхард захватывают в плен Генриха, младшего брата Аттона. Затем Танкмар был убит людьми Аттона, но Эберхард как-то убедил Генриха пойти против старшего брата. И в мятеже также принял участие лотаринский герцог Гизельберт и король западнофранцкого королевства Людовик Заморский также поддержал этот мятеж. Вот в таких сложных условиях достаточно молодой Аттон, ему еще не было 30 лет, он сумел отстоять свою власть. В битве при Андернахе герцоги Эберхард и Гизельберт были разбиты. Эберхард пал на поле боя, а Гизельберт пытался спастись бегством, но при переправе через Рейн он утонул. И король простил своего младшего брата Генриха, впоследствии он даже сделал его герцогом Баварии. И тот, в общем-то, верно служил ему до конца жизни. Герцог Задважи Франконгская Аттон оставил за собой, наряду с Саксонией, которая наследовала от отца, Лотарингию отдал знатному Франку Конраду своему зятю. Таким образом, а к тому же еще в 950 году умер герцог Шваби Герман. И король отдал это герцогство своему сыну Людольфу. Таким образом, с 950 года все племенные герцогства оказались в подчинении непосредственно Аттона или его ближайших родственников. То есть, он сам правил с Саксонией и Франконией, его брат Генрих Баварий, его сын Людольф Швабей, а зять Конрад Лотарингий. И, кстати говоря, обратите внимание, что такое вольное распоряжение герцогствами, кому хочу, тому передаю, оно было совершенно немыслимо, например, в той же Франции. В 950 и 951 годах, если вы помните из предыдущего выпуска, происходили драматические события в Италии, где умер молодой король Лотарь. Его жену Аделаиду Бургундскую Беренгарий заточил. Она бежала к Атону, а Атон к тому времени уже овдовел. И вот он женится на Аделаиде, вторгается в Италию, приводит Беренгария к покорности. У Аделаида рождается сын будущий Атон II. Вероятно, это послужило причиной раздора со старшим сыном, с Людольфом, который в союзе с герцогом Конрадом Лотарингским выступил против отца. Четыре года бушевала вот такая междоусобица в Германии, причем зачастую перевес был не на стороне короля. Но к 955 году он, в общем-то, покорил всех своих противников, лишил Людольфа и Конрада их герцогств. То есть, соответственно, Шваби, Лотарингии Шваби он отдал Бурхарту III, сыну того герцога Бурхарда, который погиб в Милане. Его дочь была женой короля транс-юнастской бургуньи Атольфа II. Таким образом, Бурхард III был дядей Аделаиды, жены Атона. Опять же, как видим, герцогство досталось близкому родственнику. А с Лотарингии король поступил еще проще. Он отдал герцогство в управление своему младшему брату Бруно, который к тому времени был архиепископом кёльнским уже. А Кёльн это как раз город в Лотарингии. Вот Бруно был человеком выдающимся. Он получил хорошее образование, он говорил по-гречески, что было очень большой редкостью для той поры в Европе. Бруно стал главным советником своего брата и вторым человеком в государстве. Его двор, двор герцога архиепископа в Кёльне, превосходил даже блеском двор самого Атона. Бруно пользовался влиянием и за пределами королевства. После смерти Людовика Заморского и Гуго Великого он стал регентом западно-францкого королевства, потому что по линии матерей он был родственником как юного короля Лотаря, так и его сверстника, юного герцога Франции Гуго Капита. Однако в Лотаринге Бруно чувствовал себя чужаком. И для того, чтобы ослабить местную знать, он в 959 году разделил герцогство на две части, на нижнюю и верхнюю Лотаринге, каждый из которых первоначально управлял марграф или вице-герцог. Это решение имело принципиально важные последствия для судьбы Лотаринге. Единой Лотаринге больше не существовало. Хотя на короткое время она там объединилась в XIX веке, но это скорее было исключением. Нижняя Лотаринге какое-то время управлялась королингом Карлом, братом короля Лотаря, и потом его сыном Аттоном. Но большую часть времени герцогством управлял Орденский дом, или его еще называют дом Вигериха. И вот это было по линии графов Вардена. После 1100 года название Нижняя Лотаринге нестает употребляться. На территории герцогства образуется целый ряд феодальных образований. Наиболее значимый из них это герцогство Брамбант, нынешние Брюссель и окрестности Марграфство Антверпен, Графство Люксембург, Голландия, Эно, Клеве, Намюр и так далее. Верхняя Лотарингия, которая сейчас называется просто Лотарингия, отошла от другой ветви Орденского дома по линии графов Бар. Кстати, интересно, что современники не называли эту часть Лотарингии, тогда они называли это герцогство Мозельское. А, собственно, название герцогства Лотарингия стало употребляться только с 15 века для обозначения этой территории. Между 1033 и 1047 годами, вот как раз в XIX веке, Верденская ветвь сумела объединить обе Лотаринги своей властью. Об этом мы поговорим позже. Но далее верхнюю Лотарингию отдали Эльзасскому дому графам Мэтца. А младшая ветвь их, это дом де Водемон, правила герцогством вплоть до его аннексии Франции в конце XVII века, при Людовике XIV. А живший в изгнании герцог Франсуа Экгенен жениться на императрице Марии Терезии и стал императором Францем I. Его потомки правили в Австро-Венгрии до 1918 года. Они называли себя Гаусбургами, но если брать по мужской линии, то это, конечно же, вот этот Лотарингский дом де Водемон. Вернемся к Атону. В 1957 год. В Италии умер старший сын Людольф, сосланный туда после мятежа. В 1960 году Атон коронует следующего сына, Атона II, королем. Сам начинает готовиться к большому походу в Италии в 1961-1962 году. Мы об этом уже говорили в прошлый раз. Он, конечно, без труда разбил Беренгария. И с проверки его стал в 1961 году королем Италии. А 2 февраля 1962 года был коронован римским императором. К слову сказать, предыдущий император Беренгарий I был коронован в 1915 году, убит в 1924 году, а до него правил император Людовик III слепой. Он был коронован в 1901 году. Фактически при ослеплении он лишился императорских полномочий, но умер в 1928 году. Таким образом, более 30 лет императорский пистол оставался вакантным. С получением императорской короны Атон I достиг пределов своего могущества. Он низвергал и возводил на престол пап. Вел переговоры с халифами в Кордове. Добился брака для своего сына Атона II с византийской принцессой Феофана, дочерью императора Романа II. 10 лет вот этого его императорского правления пришли довольно спокойно. 7 мая 973 года Атон I умер на 1961 году жизни. Королевскую власть наследовал 18-летний юноша Атон II. К тому времени он 13 лет уже был соправителем отца. В 974 году западно-франкский король Лотарь попытался захватить, вернуть себе лотарингию. На короткое время захватил Ахен, где к тому вот в тот момент находился сам Атон. И он чудом не попал в плен. Впрочем, он переходит в контрнаступление, доходит до Парижа. В 980 году Лотарь отказался от петензии на лотарингию. Примерно тогда же польский князь Мешка объявил Атон II свою покорность. Ситуация на севере стала стабильной, и король пошел на юг. На самый юг Италии, там он одержал в 981 году важную победу над арабами при миссе Делле Колонне, близ Таранто. Разбил войска наместника Северной Африки Абдул Касима. Однако на обратном пути из Южной Италии он попал в засаду. В смысле, Атон II попал в засаду. Он чудом спался на греческом корабле. Из севера начали приходить неутешительные вести. Покоренные славянские племена взбунтовались. Громили церкви, возвращались к язычеству. И земли к востоку от Эльбы вышли из повиновения. Атон II не успел ответить на этот вызов. 7 декабря 983 года он умер в Риме. Еще довольно не старым человеком, ему не было 28 лет. А наследовал власть его маленький сын Атон III, которому исполнилось всего лишь 4 года. Регентом стала императрица Феофана. Она правила довольно разумно. Вероятно, от нее Атон III перенял тягу к имперскому величию на античный, даже скорее византийский манер. Но Феофана в 991 году умирает. Бразды реального правления переходят к бабушке Атона Аделаиде Бургундской. В 996 году Атону исполняется 15 лет. Он совершеннолетний, он идет в Италию. Там только что освободился папский престол. Юный король добился избрания на него своего близкого родственника Бруно, который стал папой Григорием V. И тот короновал Атона римским императором. Далее Атон III и Григорий V, совсем еще молодые люди, кстати говоря, затевают церковную реформу под влиянием идей, получивших развитие в знаменитом монастыре Клюни. Одним из центров религиозной мысли того времени. Сам Атон пытается также ввести управление на лизантийский лад. Он вводит должности вестиариев, логофетов, польскому князю Болеславу, жалует титул другая союзника римского народа. Впервые появляются идеи об отвоевании гроба Господня универных. Атон также ведет переговоры с византийским императором о браке с принцесс. Но планам этого юноши не суждено было реализоваться. Он 23 января 1002 года после кратковременной болезни умирает в окрестностях Рима. Королевский престол отходит к троюродному брату Атона III, герцогу Баварии Генриху, который был внуком Генриха младшего брата Атона I, того самого, который был назначен герцогом Баварии, о котором мы говорили ранее. Первый удар новый король получил от польского князя Болеслава, который захватил Майзенскую марку и Чехию. А затем Генриху II пришлось смириться с тем, что язычники Венды не хотели возвращаться в христианство. И король ничего не мог с этим поделать, ему нужна была помощь Вендов против польского князя. Наконец, в Италии после смерти Атона III наступил полный беспорядок. И хотя Генрих II в 1003 году короновался там королем, но императором он мог стать только 10 лет спустя. А в Южной Италии усилились арабы и византийцы. Лангобарды призвали на помощь норманов, которые в скорости станут играть первую скрипку на юге полуострова. Но о норманах Италии мы поговорим отдельно. Генрих был озабочен больше борьбой с феодалами в самой Германии. Там он сделал ставку на союз с крупным духовенством. Почему? Во-первых, в то время король назначал епископов фактически единолично. Выбор уже канули в лету, а папская власть еще недостаточно усилилась. Во-вторых, епископы не основывали династии. У них не было интереса закрепить власть за своим потомством. В частности, по этой причине королю было проще собирать армию на этих территориях. А в-третьих, практика показала, что с церковных земель получаются более высокие доходы, чем с земель, которыми управляют светские феодалы. В результате в Германии возникла уникальная для Европы ситуация, когда в течение всего Средневековья достаточно обширные владения отдавались именно духовным, а не светским вельможам. Наконец, Генрих II был племянником короля Арилата Рудольфа III. Он был сыном ее старшей сестры Гизеллы. И вот он оказывает Рудольфу помощь в борьбе против бургунского фальцграфа Отто Вильгельма. В 1016 году Рудольф признает Генриха своим наследником. А в 1023 году по Базельскому соглашению эти права были признаны и бургунской знатью. Но воспользоваться ими Генрих II не успел. Он умер уже в следующем, в 1024 году. На этом закончилось правление Саксонской династии. В следующий раз я предлагаю взглянуть на то, что происходило в общественной церковной жизни в королевскую эпоху. А также понять важнейший для данной исторической эпохи вопрос, что такое феодализм. В чем суть этой системы отношений. Почему она стала такой критически важной вехой в развитии европейской цивилизации. И маленький спойлер. Феодализм это совсем не то, что у нас обычно под этим понимают. Так что оставайтесь на этом канале. До новых встреч. И благодарю вас за внимание. До свидания.